Подготовка к масштабной уборке города началась. Очистить в этом году предстоит больше 2 миллионов квадратных метров территории. На следующей неделе начнут вырошить снег на газонах. Сейчас же прочищают ливневую канализацию и водопропускные трубы, чтобы на дорогах не образовывались большие лужи. У нас уже начаты работы по обеспечению отвода воды, образовавшейся при таянии снега. Очистку водоотводных канав, которые у нас в основном располагаются в Кубичском районе. Начнем, я думаю, уже практически на этой неделе. У нас получается порядка 3710 метров. С 1 апреля банные дни начнутся у самарских дорог. Будут мыть больше 20 спецмашин. Приведут в порядок газоны и побелят стволы деревьев. Помоют светофоры, дорожные знаки и ограждения. В каждом районе сформируют бригады рабочих для уборки внутриквартальных территорий. Покрасят и дорожные ограждения, световые столбы и бортовой камень. Остановки общественного транспорта почистят от объявлений, помоют, а некоторые заменят на новые. Как и в предыдущие годы, к генеральной уборке города присоединятся самарцы. Глава города поручил районным администрациям заранее провести работу с управляющими компаниями, чтобы мёте лопат и мусорных мешков хватило всем желающим навести порядок. Задача вовлечь людей как можно больше в благоустройство города, задача поставлена губернатором, мы её тоже неоднократно обсуждали с вами, чтобы было понимание от каждого двора, сколько нужно шансового инструмента, сколько мешков, потом, значит, как вывозить этот мусор. Пожалуйста, вот эти вещи все, значит, я к главному обращаюсь, уже сейчас прорабатывайте. Приводить в порядок город будут весь апрель. На борьбу за чистоту будут брошены все силы служб городского хозяйства. Также на средники и субботники выйдут сотрудники различных организаций и все неравнодушные жители. Общегородской субботник назначен на 22 апреля. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.